Так уж случилось, что значительное число просмотров на канале составляет несколько видео, посвященных Берсерку. Я стараюсь не обвязать эту тему и не высасывать идеи с пальца, но... Приветствую! Вы на канале, это Тим. И вспоминаю школьные сочинения, женские образы в манге Берсерк. Конечно, можно было бы, по примеру, видео о Гриффите и Гатте сделать отдельное о Каске. Но вышло бы слишком кратко и куц, а потому я решил сделать то, что сделал. На часть следует, конечно же, с главного женского персонажа. Туп-один Тян Берсерка... Гриффита. Но так как о нем я уже рассказывал, перейду к более скучной Каске. Крестьянскую жизнь в реалистичном средневековье нельзя назвать сладкой, ни в коем случае. Потому сложно обвинять родителей Каски в том, что они избавились от еще одного голодного рта в большой семье. Не думаю, что родители были столь наивны и не знали, для чего богатому мужчине могла понадобиться 12-летняя девочка. Но не будем об этом. Прямо в дороге, проявляя чудеса, благородство и истинный дух рыцарства, дворейн попытался опробовать свое новое приобретение. Девочка, будучи не из робких, начала сопротивляться, попыталась убежать, и именно в этот момент появился Гриффит. Он не бросился Каске на помощь, а предоставил возможность спасти саму себя, дав меч. Решение суровое, но такие уж были времена. Впервые обогревшая свои руки кровью Каска стала ценным членом банды Ястреба. В 12 лет. И тут стоило бы порассуждать о возрасте основных действующих лиц. Однако, почему-то большинство принимает за аксему тот факт, что в манге не может быть банальных ошибок, логических дыр, и автор все тщательно продумывает. Но ведь это не так. Потому отмечу, что Каска, вероятнее всего, чуть младше Гатца. То есть, примерно 22 лет от рода. Влюблена ли героиня в Гриффита, а Гатц всего лишь утешительный приз, тот еще вопрос. Ибо Гриффит спас девушке жизнь, и та на протяжении всей службы смотрела на него восторженным взглядом. Возможно, мечтая об Оссе. Но где она и где он? Так или иначе, к моменту спасения Гриффита, Каска, определенной вне всяких сомнений, по уши втрескалась в Гатца. Тем более, он же был у нее первым. Будучи женщиной в окружении мужчин, Каске приходилось туго, и она старалась больше прочих, постоянно доказывая, что заслуживает своего места и уважения. Девушка ненавидит свою слабость, вызванную половой принадлежностью, и старается перебороть свою натуру, сражаясь даже в эти дни. Но все равно согласитесь, что крестьянка, никогда в руках меч не державшая, всего за пару лет заслуженно ставшая вторым человеком в отряде, выглядит как-то... спорно. Но это условность, которую стоит принять, как и историю об Орлеанской деле. Упомянул я это неспроста, ибо образ Каски, как по мне, отчасти вдохновлен Жанной Дарк. Посудите сами. Девушка-крестьянка, внезапно становящаяся очень талантливой и умелой воительницей. Еще Каску пытались сжечь на костре. И продолжая данную тему, в манге, помимо Каски, есть женщина, являющаяся предводителем группы рыцарей. И она тоже тесно связана с огнем. Но о Форнезе чуть позже. До затмения Каска сильная, независимая. Пусть и с некоторыми тараканами в голове, женщина. Полноценный и весьма интересный персонаж. Но, эй, кому это нужно? Ведь куда веселее превратить ее в пустышку. Да, мы в беде. Причину страданий главного героя, который на протяжении нескольких лет висит мертвым грузом. Уже более сотни номеров посвящены преимущественно поискам лекарства от психического расстройства Каски, вызванного изнасилованием во время затмения. Да, персонаж уже вот-вот придет в себя и глобальный сюжет будет хоть как-то развиваться. Я очень и очень надеюсь, что Мюра не сделает ужасную ошибку, воссоединив Каску с Гриффитом. Я так и вижу ее, подходящую к своему идолу, похлопывающую его по плечу со словами «изнасилование». Пф, да ладно, с кем не бывает. Проехали. Дело прошлое. Банальный любовный интерес главного героя слишком мало для данного персонажа. Она боролась вовсе не за это. И не за почетный статус одной из двух выживших жертв. Перейдем к Форнезе, вдохновленной Жанной Даркой, являющейся ее противоположностью. На мой взгляд, само собой. Девушка из богатой семьи. Отец не обращал на дочерку внимания, и потому она старалась привлечь его, уничтожая все вокруг. Избалованная, жестокая, склонная к БДСМ и определенно психически нездоровая. Пироманьячка. Очевидно, сублимирующая. Этот персонаж лично мне неприятен. Тупая мажорка, вставшая во главе группы религиозных фанатиков, лишь бы не выходить замуж. Судя по всему, малость неравнодушна к своему брату. Хотя она не в курсе родственных отношений, так что сойдет. Тайгриза полоногаться, потому что он настоящий мужик. И после встречи с главным героем переродилась, поняв, что мир не такой, каким кажется он. Перестав притворяться, кем-то, кем не является. Другое дело, что Форнеза по сути своей никто. И на протяжении путешествия в составе команды Гатца пытается обрести себя, открывая зачатки магических способностей. В бою бесполезно. Ее основное предназначение быть балластом, следя за тем, чтобы еще более бесполезная каска никуда не убежала. Можно было бы отметить, что девушка пересмотрела свои взгляды на религию, но на самом деле нет. Вера служила лишь способом убежать от проблем. И чем более значимыми они становились, тем более рьяным оказывалось религиозное рвение. Жизненно. У Форнеза имеется жених, но даже подобия отношений между ними нет. Этот персонаж избалованная тпшка, которая начала становиться нормальным человеком путем избавления от комплексов и потаенных страхов. Следует упомянуть Шерки, но она совсем скучная. Типичная девочка-волшебница. Образ, нередко встречающийся в манге, некоторые извращенцы. Пророчат ее роль любовного интереса гадца, но берсерк не гаремник какой-нибудь в конце-то концов. Наконец, истинная причина, почему данное видео не посвящено исключительно каске. Воплощение похоти и сексуальности. Единственная женщина в руке бога. Слаам. В отличие от Войда, Убика или Конрада, обладает ярко выраженной индивидуальностью. Не то, чтобы оригинальной, но хоть какой-то. Дело в том, что Слаам типичная представительница сексуального зла, воплощения порока. С впечатляющими формами. К радости одной части моего сознания и сожалению другой, именно подобный образ преимущественно используется в художественных произведениях. Вспомните похоть из стального алхимика. Слаам аж то, что жаждет. Воплощение сексуальных девиаций. Пусть гермафродит, женское начало преобладает. Примеров невероятное количество, пусть я и привел лишь два. Подобные персонажи, как правило, пусть и являются злом, но лично заинтересованы в главном герое. Испытывая к нему, как минимум, сексуальное влечение, желая завлечь свои сети и обольстить. Не зря Слаам единственный, кто пытается хоть как-то взаимодействовать с Гатцем в положительном ключе. И была бы не прочь, окажись он в руке бога. Слаам. Воплощение похоти и страсти, удовольствия через и благодаря боли. Слаам подчеркнуто сексуальное воплощение греховного женского начала, получившее свое разбитие благодаря старому доброму христианству, которое угнетало женщин больше, чем кто и когда-либо. Начало, конечно, было положено в ходе процесса перехода от матриархального общества к патриархальному. Женщина перестала ассоциироваться в первую очередь с сакральностью материнства. И отныне женщина – это трофей. Женщина – кусок мяса. Никакого раздражающего social justice – просто факты. В берстерке и мировой культуре в целом образ женщины-матери во много раз уступает образу женщины-шлюхи. Женщина – объект спасения. Либо источник искушения, которое необходимо перебороть. Спасибо христианству. И опять же, женские проработанные образы, не касающиеся аспекта секса, становятся в лучшем случае карикатурными. Ибо «Хей, даешь феминизм!» Задумайтесь, в большинстве художественных произведений нет сильного материнского образа, если только само произведение не посвящено во многом семейным взаимоотношениям. Почему? Потому что куда проще убить родителей главного героя, чем дополнительно прописывать взаимоотношения с ними. В лучшем случае родители – гостевые персонажи, изредка появляющиеся и почти тут же исчезающие, в результате погибающие и заставляющие главных героев произвести переоценку ценностей, осознать, как зыбко их существование. Берстерку, увы, не удалось обойтись без приевшегося штампа мертвой матери, у Гатса их вообще целых две, учитывая жену Гамбина. Родители Каски вроде как существуют, но где-то за пределами сюжета. Гриффид же типичный сирота. И уж нельзя не упомянуть о Шарлотте, теперь уже королеве Мидланда. На момент первого появления она – принцесса, ее отец – король. Мать погибла когда-то. Ух уж эти принцессы, чьи матери умирают до начала повествования. Это частое наследие сказок, с которым Дисней раньше немного перебарщивал. Сейчас они хоть как-то представляют матерей, прежде чем их убить. Но разумеется, это еще не все. У Шарлотты есть злобная мачеха. Вторая – жена короля. Если рассматривать историю этого персонажа в контексте взаимоотношений с Гриффидом, то это типичная сказка. Мертвая мать, злая мачеха, изменяющая королю своего брата и плетущая интриги. Наконец, он, тот самый. Единственный, идеальный, вовсе не принц. Но выходит с низов. И потому они не могут быть вместе. Герои заточают в темницу и после считают погибшим. Но он, в конце концов, возвращается к своей возлюбленной, овеянной славой. Клише на клише и штампом погоняет. Не знаю, задумывал ли это автор, но вышло занятно. Из женщин, представляющих хоть какую-то ценность для сюжета, можно отметить Флору, которая является типичной мистической бабулькой, дающей герою добрый совет. Вполне вероятно, красный клубок шерсти, который приведет его к цели и одаряет рядом других полезных артефактов. Является кладезем полезной информации, необходимой для выполнения основного квеста. Думаю, не стоит говорить, что образ часто используемый. Я два бояги, пусть и не во всех случаях. До старушки Флемет из Драгонейдж. На том список хоть сколько-нибудь важных женских персонажей заканчивается. Есть, конечно, лично медиум Гриффита Соня, которая является вариацией каски. Спасена антагонистом, боготворит его, но куда теснее связана не с предводителем банды Ястреба, а его офицером. Быть может, когда-нибудь я выпущу еще видео по Берсерку. А на этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание и пока.